В каждом городе, где бы я ни находилась, я всегда беру поездку на двухэтажном туристическом автобусе. Это всегда очень интересное переживание, возможность узнать сразу весь город, посмотреть разные места, где-то выйти, полюбоваться. И вот сейчас я как раз в Аликанте, тоже на таком автобусе. Он называется здесь Тури Буз, туристический автобус. И посмотрим, что здесь нам расскажет. Итак, мы в крепости Санта-Барбара, которая датируется 9 веком. Ну, она была в это время заложена, строилась она потом и позднее. И вот на этом месте считалось, что есть также и находки от иберов, от римлян. Какой вид с крепости на город Аликанте, на море. Остров Табарка, рай на земле. Можно купаться по таким вот диким способам. А еще бы свою яхточку, тогда вообще все мечты в жизни бы сбылись. Нахожусь сейчас в Бенедорме. Бенедорм это местечко в Испании, недалеко от Аликанте, которое растет не вширь, а ввысь. Здесь в последние годы появились вот такие вот небоскребы. Бенедорм не зря называют испанским Майами, потому что из 20 небоскребов, которые вообще есть в Испании, 8 как раз находятся здесь. Я вот только что плавала вот на тот понтон. Плавать совсем не страшно, плаваю я хорошо. Немножко всегда опасаюсь за вещи, потому что мне сказали не оставлять здесь дорогие вещи. Телефоны, деньги в сумке. Но без телефона я тоже не могу, потому что снимаю для вас всю эту красоту. Я все-таки дошла по пляжу до небоскреба, который хотела увидеть в Бенедорме. Это знаменитый небоскреб Диамант. Вот вы как раз сейчас видите, что он стоит из двух частей, соединенных посередине Диамантом. Насколько я знаю, еще проект не полностью сдан в эксплуатацию, были проблемы с лифтом, и какие-то квартиры уже проданы, какие-то нет. Но небоскреб считается самым высоким не только в Испании, но и вообще во всей Старой Европе. Итак, мы зашли на центральный рынок Аликанты, и видим здесь рыбный отдел и морепродукты. Здесь столько всего, что я даже не знаю названия всех морепродуктов. Здесь совершенно разные могут быть виды креветок. Я раньше не знала, что креветки действительно так отличаются, но когда видишь наглядно, действительно понимаешь, что их очень много разных. И есть даже вот такие вот чудеса. Я никогда такого не видела, я просто в шоке. Посмотрите, какие размеры у этих огромных рыб. Тут идет такая бойкая торговля, потому что закупаются местные. Здесь вот могут сразу разделать кальмарчика. А спрашивают разделать или не разделывать, я попросила, чтобы разделали. И вот здесь вот тоже такие невероятные есть вещи. Вот эти вот гребешки очень вкусные. Есть также вот омары, лобстеры. Есть совершенно разные чудесные ракушечки. Также много разной сушеной рыбы. Рыночек двухэтажный. На втором этаже мясо и огромное количество хамона, сыра. Но единственное, чего здесь нет на этом рынке, это молочных продуктов в нашем понимании. То есть молоко, творог, йогурт. Здесь, конечно, есть сыры, но сыры больше твердые и к вину. Также на рынках местные очень любят вот такие вот бары, где сразу можно что-то попробовать. И здесь у нас начинается просто фиктовый рай. Здесь тоже местные закупаются. Причем местные очень веселый народ. Шутят, общаются. Здесь закупки на рынке – это целый местный ритуал. Пробираюсь к розовому озеру с фламинго. Это достопримечательность испанского городка Туревьеха. Я стою сейчас как будто на земле, но на самом деле это корка из соли. Соль здесь и добывают. Это известное в Испании место по соледобыче. Редактор субтитров А.Семкин А это вид смотрового пирса, который ходит далеко-далеко в море. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Находимся в Анталузии, провинция Манилья Здесь есть небольшой замок, который был построен в XVIII веке Это Марбелия или Марбелия на испанском Фешенебельный курорт на побережье Коста-дель-Соль Наверное, самый элитный здесь город Население 150 тысяч человек Очень много иностранцев, очень много вип-персон Здесь также везде слышна русская речь Потому что здесь живет много выходцев как раз из СССР Еще те люди, которые переехали сюда 15-20 лет назад, больше И сейчас я нахожусь в центре старого города Здесь вот очень красивая церковь Площадь апельсинов, самое сердце старого города Сейчас здесь находятся ресторанчики, магазинчики И вот здесь вот ратуша И вот здесь вот ратуша Я сейчас нахожусь на границе между Испанией и Великобританией Да-да, у этих стран, оказывается, есть и сухопутная граница Это испанский город Ла Линия де Концепсион И британский город Гибралтар Который находится как раз над одноименным проливом Вот здесь вот есть таможенный пункт Который можно перейти буквально пешком из Испании в Великобританию Если есть шенгенская виза, например То, конечно, для Великобритании нужна еще отдельная виза Если паспорт другой страны А если есть европейский паспорт гражданства Ну вот у меня немецкое гражданство Можно перейти просто по внутреннему паспорту Чтобы после пропускного пункта попасть в сам город Гибралтар Нужно пройти по взлетной полосе То есть вот там аэропорт А здесь вот такая пешеходная дорожка Но вот здесь вот взлетная полоса Здесь такой хардкор индустриал стиль Что очень непривычно После испанских красивых приветковых домишек А это почтовый ящик Посмотрите, какая красота Я сейчас нахожусь в городе Гибралтар Это британские владения Вот видно где-то в тумане Одноименный Гибралтарский пролив Где-то тоже в тумане берег Африки и Марокко И вот это вот фуникулер На котором только что я поднималась И сам город Гибралтар Гибралтарский пролив Виндзорский мост Сюда многие приезжают пощекотать нервы Он находится над пропастью, над обрывом И при ветре он качается Вот в середине моста как раз очень чувствуется Вот эта качка Посмотрите, какой вид На город Гибралтар Дальше еще немного Испания И потом через Гибралтарский пролив Там Африка Субтитры создавал DimaTorzok Дальше еще немного Испания Субтитры создавал DimaTorzok Дальше еще немного Испания Дальше еще немного Испания Дальше еще немного Испания Субтитры создавал DimaTorzok Пальмский собор – один из самых грандиозных соборов в Европе, построенный в готическом стиле. Он был заложен в XIII веке королем Хайме I, который решил воздвигнуть этот собор в бухте Майорки в честь освобождения острова от мавританского владычества, от мусульманского, да, мавританского владычества, потому что мавры – это как раз мусульмане, которые обитали на севере Африки и на Иберийском полуострове, то есть сейчас, где нынешняя Испания и Португалия. И непосредственно рядом с Пальмским собором находится дворец Аль-Мудайна. Этот дворец до сих пор служит резиденцией испанского короля, когда он посещает Майорку. И этот дворец был вот в том виде, в каком он сейчас есть, заложен примерно тоже в XIII веке. Капелла Святой Анны, XIII век, в готическом стиле. Музыка. 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 бронзового века, которое имеет достаточно сложное название Талайот Капокорп Фелл. Это поселение было основано примерно в тысячном году до нашей эры, и также сюда приходили разные группы. Были здесь и римляне, и потом мусульмане. И интересно, что это поселение начали так вот изучать в начале 20 века. Раскопали здесь несколько таких вот крупных сооружений, домов. Талайотами как раз называли местных жителей на островах Майорка и Минорка, на Болярских островах. Они были крестьянами, они разводили домашний скот, в частности, беков, коров, и в то время уже обрабатывали бронзу и железо, и строили вот такие вот как раз каменные сооружения. На Майорке найдено три круглых сооружения, четыре квадратных, и высота их могла достигать 10 метров. Строили их как раз в помощь человеческой силы, либо силы быков. Субтитры создавал DimaTorzok